Я думаю предисловие не нужно. Лужи это круто, атмосферно и не нуждается в оглашении преимуществ. С ними почему-то все выглядит гораздо круче. Окей, давай разберем на двух вариантах. Грязь и асфальт. Нужно понимать, что лужи это грубо говоря скопление воды в участке и наименьшей высоты относительно всей плоскости. Поэтому если это асфальт, что он не идеально ровный, если имеет лужи. Идеально ровный асфальт равномерно распределит всю воду по всему участку. Это будет уже как одна большая лужа. Присутствует два метода. Сделать полноценную лужу через меш или текстурой, что для асфальта в самый раз. Давай начнем с грязи. Создадим Plane и увеличим количество полигонов побольше. В данном случае 155 на 155. Добавим Deformer Displacer и закидываем в Plane. В Shading укажем Noise и режим Turbulence. Получилась такая каша. Окей. Далее редактируем Noise нажав на изображение с ним. Отмасштабируем и лезем в Object. Увеличиваем силу и следом добавим сами лужи через Plane. И поставим как-то вот так. Давай поменяем силу обратно на 100 и крутить высоту. Тогда будут подниматься только те участки, которые необходимы. Мне не нравится масштаб. Увеличим еще. Да, вот так лучше. Создаем материал, накидываем на грязь, включим рендер и сразу добавим источник Doom Light. Причем ту же HDRI, что в уроке про лес. Покрутим и увеличим яркость. Отлично. Так, теперь добавим текстуры грязи. А этот цвет нормаль и дисплейс. Подключаем. Вот так. Основа есть. Теперь RedShift Object для дисплейса. И все галки. Здесь все по накатанной. Сильно не перебарщиваем. Давай еще покрути свет, чтобы появилось больше объема. Так лучше. Теперь добавим материал лужи. Создаем и применяем пресет воды. Пока что как-то вот так. Ну все это не особо похоже на правду, да? Вся фишка воды заключается в настройках AOR у отражений и AOR у преломлений. И самая красота в SubServe при 100% преломления. Если мы будем просто крутить, это будет что-то в этом стиле. Но глубина появляется, когда мы включаем Extinction. Мы можем создавать эффект грязи разных цветов при настройке глубины. Тут есть особенность, которую я разбираю в курсе. Здесь просто пробегу, если первый цвет мы выберем, например, красный. Он будет синий. Вот что мы делаем. Так. И все выбранные цвета здесь имеют полную противоположность своего цвета этого бегунка. Хоп. И мы получаем вот такой эффект. Добавим коэффициент и выходит что-то интересное. Можно создать топовую кровь. Но да ладно. Возьмем оттенок грязи и вернем первый цвет на 4%. Вот уже лучше. Допустим мы имеем глубину грязи на таком уровне. Но мы видим, что края выглядят неправдоподобно. Как срезанные. Для этого отключи галку Link to Reflection у преломления. И крути AOR. Вот. Смотри на края. Выглядит гораздо реалистичней. Но это еще не все. Уменьшим высоту деформера, чтобы картинка была богаче на детали. И вот если ты конкретно определился с высотой, выдели деформер и плейн. Нажми правой кнопкой мыши и соедини их, чтобы работать в одной команде. Теперь создадим на нем вертекс на 0%. Применим галку Use Field. Добавим куб. Трансформируем вот так. И смотри дальше. В материале добавим ноду Blender. И продублируем всю верхнюю часть. Опять подключаем все как надо. Далее вертекс подключаем в Blend. И не забываем закинуть в него тег. Отлично. Теперь протестируем. Уберем IOR на 0 для чистого металла. И понимаем, что все работает. Только выставим такие настройки. И края рядом с лужей будут мокрые. Но когда грязь мокрая, она темнеет. Правда? Закинем Color Correct и отредактируем как надо. Еще поиграемся с настройками. Ну и уже имеем вот такие результаты. Далее изменяй цвета, глубину, черноту и радуйся жизни. Ну а теперь лужи на асфальте. Это уже другой метод. Мы имеем такой материал дороги. Он уже как бы мокроватый. Лужи ведь не будут на сухом месте. Добавим ноду C4D Shader и за ней текстур. Прицепим. Угу. Продублируем весь основной материал. И в общем-то та же схема. Только заместо Vertex роль альфы будет играть C4D Shader. Так? Отлично. Заходим в этот шейдер и создаем нойз. Клик по картинке и выставляем такие настройки. Только добавь качество текстуры. Эммм. Вот здесь. Итак. Здесь идем другим путем. Заходим в Coating и выставляем Weight на 1. Тут уже конечно можно сказать все готово. Но нет. Мы еще раз дублируем второй материал и подцепляем. Только смотри какая здесь фишка. Нижний слой. Здесь будет второй. Иерархия состоит в том, что каждый нижний перекрывает верхний. Поэтому редачим второй. Увеличим просто радиус воздействия лужи. Уберем Coating и заменим его на IOR в Reflection. Здесь главное хорошо поиграть с самим нойзом. Чтобы достичь нужной плавности. Здесь SubServe уже не работает, как видишь. Ну вот. Как-то так. Я знаю, что ты хочешь кинематографично и все дела. Тогда в настройках основной лужи во вкладке Coating поменяй BRDefy на GGX. И потом крути Roundness. Ты получишь такой Cyberpunk эффект. Приобретай курс по Shift. Это один из 100 от всех возможностей. Ну и топовая техподдержка. Не будет получаться. Найдем проблему. Ну все, смотри другие мои ролики. Их много. Пока. Начинаю.